Резкое перестроение впереди идущей машины. Пассажир автобуса не удерживается и падает, но перед этим пытается ухватиться за перекладины и сиденья. Вместе с ней тот же путь проделывает и маленькая девочка. Ещё один случай. Легковое авто врезается в общественный транспорт и в этот момент стоящая в салоне женщина ударяется об пол. В целях безопасности не задерживайтесь в проходе. Займите сидячие места, стоя держитесь за поручни. Вероятно, в подобных случаях знание таких правил не спасло бы от самого падения, но во всяком случае наверняка немного смягчило бы. Сотрудники ГИБДД совместно с БАШ «Автотрансом» решили показать, что происходит в салонах автобусов, когда пассажиры держатся за поручни некрепко. Водитель резко затормозил и, как видно, манекен оказался на полу лицом вниз. Эти пассажиры максимально приближены по своим параметрам к реальным. Рост 170 сантиметров, внушительный вес и сгибающиеся конечности. Всё это позволяет достаточно точно передать, что будет с человеком, если не соблюдать требования безопасности. Падение пассажиров в салоне – наиболее частая ДТП с автобусами. За весь прошлый год число подобных происшествий в республике достигло 112, а это 46% от общей статистики аварий с участием пассажирского транспорта. В этом году травмы получили уже больше 60 человек. Причинами падения являются различные обстоятельства. Как обеспечено управление водителями автобусов, которые допускают резкое торможение и маневры без видимых на то причин, так и собственная неосторожность пассажиров, которые игнорируют элементарные правила безопасного проезда в салоне автобуса держаться за поручни во время движения. Поскольку в городе достаточно интенсивные движения, то есть происходят всякие ситуации, и водителю иногда приходится пробегать к резкому наторможению. Чтобы пассажир не получили травмы, то есть пассажир тоже, согласно обязанности пассажира, должен позаботиться о себе. Представители государственного перевозчика разработали специальные памятки. Информация, изложенная в них, известна как взрослым, так и детям. Но никогда не будет лишним вспомнить о мерах личной безопасности. И особенно, когда понимаешь, чем в противном случае может закончиться рядовая поездка в городе.